Распаковка, да? Что там у тебя? Тебе посылка пришла? Да. Да? Ты заслужила посылку? Да. Ну, что это такое? Это Лола. Лола? Ой, какая большая. Она такая оверсайз, да? Беленькая, да? Как раз для Евы. Нравится? Да. Говори папе спасибо. Спасибо. Папа ей обычно заказал. 11 евро стоила футболочка. Такая приятная, кстати. Она такая, как эта подростковая, знаете, оверсайзчик. Нормально. Ну и что это? Так и должны быть рукавчики, Ева. Всем привет. На пикник. Как дела? Хорошо. Куда поехала? На пикник. На пикник. Дай прическу твою покажу. Красивая. Ой, какая у тебя прическа красивая. Поехали на этот. Это простила. В общем, на шашлыки. Помню, сейчас время-то. Два часа. Без десяти два. Мы только поехали. Вот там муж с Евой ездили машину мою мыть. Там что-то там еще делали. В общем. В общем, а я целое утро убиралась. В общем, сегодня день матери. И я мамскими делами полы намыла, пыль протерла. В общем, постирала белье. Что-то там поперебирала, поубирала. В общем, такая хозяюшка. Я такая, в куртке сижу. Но я взяла куртку, чтобы на всякий случай, потому что друг замерзла. Так-то на улице тепло. Двадцать два градуса, но ветер. Может, разложились чуть-чуть. Лева разлеглась, да? Зажгли этот. Но мы тут недалеко. Мы в парке, в общем. Недалеко от дома. Не уезжали мы за город. А здесь в городе. Здесь такая, этот, ну как большой парк. И есть зона, где можно гривить. Вот. И там, вот видите, уже народ везде. Очень много турков. Там русскоговорящие. Я не знаю, кто именно. Пока не слышно призывов к славе. Ну, хорошо на улице. Свежо. Овощи только для меня. Больше никто не ест. Такие помидоры классные. Вообще прям настоящие-настоящие. И взяла еще эти. Ласкольные огурцы. Я уже хотела. Которые вчера, нет, уже вчера делала. Ну, блин, что-то они у меня получились такие соленые-соленые. Ну, блин, вкусно. Я все съела. Вот это уже все, что осталось. Вот. Прям пахнет так огурчиками. Надо будет съездить, купить еще и уже засолить. И класть поменьше соли. Чтобы они были слегка солененькие. Но все равно с хлебушком. Очень вкусно. Мы тут с Евой играем. Трава такая зеленая-зеленая. На запах. Уже такой запашок пошел. Как приятненько. Это вообще свининка и курочка у нас тут. Как вкусно. У меня вот слюна сразу потекла. Я сижу, мне так жарко. И мне не раздеться. У меня такой живот какой-то некрасивый, большой. Солнца не было. Как-то прохладно было. Сейчас прям припекает. И вообще трындец. Вот. Сегодня у нас, да, кстати, день мамы. Хочу всех поздравить мам. Да, вообще всех. Женщин с этим праздником. С этим нелегким трудом быть мамой. Но в то же время мамой быть замечательным. Да, Ева? Да. Да. Хлебушек у нас пошел в ход. Сейчас лычок. Ну, свинина немножечко соленая для меня. Мухи заколебали. А вот этот вот курица прям вообще нежнятинка. Да, Ева? Вкусная курочка была? Да. Да, сейчас папа еще и сделает. Еще мы уже дома. Мы уже дома. Время уже почти семь. Мы только домой приперлись. Ну, так хорошо время провели. Наелись мясо, належались. Там они наигрались в футбол. Там друзья приходили с ребенком тоже. Вот. И они там все играли. Я там чуть-чуть походила, полежала, посидела. В общем, все бы хорошо, если бы еще туалеты рядом были. Тогда было бы замечательно вообще. Но погода такая была. То туча, туча набежит холодно. Все, одеясь. Потом под солнце жарко. В общем, такая погода шаляя-валяя. Но все равно хорошо. Сегодня сколько? Сейчас 20 градусов. Семь вечера, 20 градусов. Сегодня было 22 градуса. Вообще обещают нам 27 на следующей неделе. Вот. Но Ева ничего не кушала почти. Пришла домой. Тарелку супа навернула. Сейчас в ванной отмачивается. Завтра уже в садик. Вот. Мы сейчас тоже будем отдыхать с мужем. Лежать, валяться. В общем, у нас выходные такие. Ну как? Я сегодня целый день. Целое утро-то поработала. Квартиру убрала. Все-таки молодец. Ой, Карина у нас уже третий день дома нет. Она где-то за 250 километров уехала. Она на день рождения там куда-то там. Я говорю, все в порядке, все в порядке. Вроде сегодня должна вернуться. В общем, такая уже дочь взрослая самостоятельная. Я ей пишу. Она мне отвечает там, не знаю, через час. Где-то звоню. Она трубку не берет. В общем, трындец. Мама не нужна. Так вот детки вырастают и все. В общем, все читалось. Пошла отдыхать, лежать. Покажу свой обед. Доедаю вчерашние шашлыки. Там два кусочка осталось куриных. Думаю, надо съесть. Здесь у меня макарошки я отварила эти цельнозерновые. Салатик, огурчик, помидорчик, маслица. Чуть-чуть семя. Сейчас буду кушать. Всем приветики. У нас сегодня опять следующий день. В общем, 9 мая сегодня. Праздник, великий праздник, День Победы. Для нас он, конечно, очень важен и для всех, но для большей части населения мира он очень важен. Поздравляю всех с этим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Я все время в этот праздник, все время в этот день плачу. А сейчас так вообще. В общем, рыдаю. Вот. Что еще? На улице, кстати, у нас такое лето. Прямо 22 градуса. Я сегодня ходила просто. Ходила в зал. С мужем ездили в магазин еще. Просто в одной футболке. И уже и в тренингах. Вообще без какой-либо куртки. Все в футболках, все в шортах. В общем, не было такого перехода плавного. Сначала там такие, как куртки легкие. А потом уже тут нет такого. Тут сразу же все. Куртки легкие мы с ним не носим. Сразу же ходим уже без курток. Сначала в таких осенних, а потом уже все. Разделись в футболках ходим. В общем, вот так вот. И вообще на неделю обещают 27. Ну не знаю, посмотрим. Хотела всем сказать большое спасибо за комментарии. За добрые. За добрые комментарии. За плохие спасибо не говорю. Вообще, как бы я не планировала говорить о том, что я беременна. Ну хотела сказать уже потом, попозже, когда... Ну не знаю, когда уже, когда там, да. Но у меня уже начал расти живот. И у меня же как бы мой влог, да, в основном там правильное питание, тренировки. Я такая вся на спорте. Такая прям вся фитоняшка. И бац, така всё толстею, толстею. А где фигура, да. И как бы куда уже, ну, не спрятать уже этот живот. Потому что он начал расти рано. Потому что это уже третья беременность. Её уже не скрыть. И как бы вообще у меня аудитория моя, да, которая вот со мной там сколько там, чуть-чуть. Но вот все они добрые девчонки, девушки, женщины. И они как бы, не знаю, ну, все написали хорошее. А там, которые поприходили, не знаю откуда, да, и пишут там, вот, зачем ты говоришь. Там всяко обзывают, да. Ну это, конечно, нет большого ума. Люди говорят. Как бы я понимаю, что не надо об этом кричать на весь мир. Но я же блогер, как бы, да. Какой-никакой, но я блогер. И я рассказываю о своей жизни. Я делюсь в первую очередь со своими друзьями. Со своей аудиторией, да. И со своими родственниками. И некуда мне уже спрятать свою фигуру. Вот они такая вся, типа, фитоняшка-фитоняшка. Хожу в спортзал, а тут всё толстею и толстею. Ну как, это получается как-то уже не это. Как-то уже, ну, не то. В общем, вот так вот. Так что спасибо большое всем за добрые комментарии. Всех целую. Смотрим парад. Мамина помощница, да? Да. Да? А, вот это мне. Макарушкина суп ломает. Это рисовая лапша китайская. Да, что вы так не были большие, потому что так сострянет. Сострянет тебя, да, правильно. Да, потому что так большие и нет. Только маленькие. Только маленькие надо, да. И большие. Ева опять эта прическа такая. Стрекосчики. Потом подумал. А у меня тут супчик. Ну, обычный. С лапшой, куриный. И добавила туда. Мелко-мелко покрошила брокколи. Морковка тут у меня. Лучок. Курочка. И вот рисовая лапша. Такой легенький супчик получается. Вкусненький. С салом будет идеально. А ещё чесночок добавлю. Всё. Сейчас будет мне вкусненько. Заезжали мы в этот морковь. Купила я сливы. В общем, сливы. Не дешёвые. Такие белые. Ой, жёлтые. Красные. Хотела вообще такие, знаете, сливы, которые настоящие. Эти дешёвые. Ну, как и обычные. Нету пока ещё не сезон. И нехтарина. Нехтарина ещё деревянная. В общем, всё стоит 5 евро килограмм. Трындец. В общем, сейчас буду делать этот сливы с творогом. Будет мой ужин. И добавлю ещё семена чая. Чу-чуточку. Ну и, собственно, вот что получилось. Очень вкусненько и полезненько. Ева, пошли. Всем доброе утро. Да? Ева, говори доброе утро. Доброе утро. А я... А я видел ещё сегодня... Две... Две пчелы. Это не пчелы, Ева. Это мухи. Ева боится муха. Я говорю, утром её собрала. Говорю, иди вниз. Мама тебя сейчас догонит. Она звонит дверь обратно. Говорит, я боюсь, там муха на окне большая. Я говорю, да ты больше миллион раз её. У нас так на улице классно. С утра плюс 12. И прям выходишь, такой воздух. Свежий, чистый, тепло. Прям как будто бы уже летолетнее. Прям так сразу настроение такое хорошее, да? Ева, хорошее настроение? Не. Я в садиках на праздник. Она любит садик ходить. Музыка. 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 я там кровать заправила, игрушки я видно убрала, в общем я не лежу с маской, хотя надо конечно полежать бы, но у меня нет времени, я сразу занимаюсь домашними делами, смыла маску и льдом. Умыла льдом потом и кожа прям вообще так хорошо, просто замечательно. Сейчас немножечко себя в порядок приведу, совсем чуть-чуть бровки подкрашу и тут вот так под глазами и вот эти красные пятна у меня, не знаю что тут, у меня тут была простуда на яйце, главное не знаю почему, но вот тут у меня простуда выскочила, тут и вот тут, не на губах, а в этих местах. Уже все прошло, но вот красная осталась. Вот и думаю сейчас я позаниматься йогой, да, позаниматься йогой, порастягиваться. Я заканчиваю я свое ерунда, я взял с ледом и кушать, но я взял с ледом мы всегда в этой шавасане, медитации, в общем, ножки наверх и лежу. Пока у меня еще позволяет живот, я могу лежать на спине, но потом, когда живот уже будет побольше, нужно подкладывать под поясницу что-то. Я также лежала с Евой, и с Евой занималась йогой для беременных, и чем только я с ней не занималась. В общем, сейчас немножечко полежу, подремлю. Наготовила гору сырников, готовила заранее, потому что, когда, если вечером начинаю готовить, то это невыносимо. То Ева придет съесть, то Миша, в общем, пока я готовлю, получается, потом все уже, и к чаю ничего не остается, а так они придут, и все, у всех полноценно будут сырники. Села пообедать, опять у меня сало, не могу я без сала, но вообще сало полезно для женского организма, вообще для людей полезно сало. И супчик мой, который я вчера готовила с брокколи. Такой вкусный, насыщенный овощной, но я морковки побольше положила в него, и лучка, и очень-очень вкусненький. Задания делаешь, да? Да. Все, там пришли журналы, и детские журналы. Задания, да? Там, в общем, реклама всякая со страховой. Детские задания. А я сейчас буду ужинать. Отварила картошечки, прям хочется картошечки с укропчиком. Сделала салатик такой простой, и там у меня еще курица разогревается, а муж будет кушать. Не знаю, Карина, наверное, то же самое будет, хотя я сказала, хочешь, ешь макароны, а мужу сделала отбивные свиные. Сейчас почистила. У меня там на фоне это Ева мультик смотрит. В общем, почистила, порезала. Это у меня имбирь, корень имбиря. Это я его вот так вот в морозилочку положу, и сейчас сделаю себе чаек имбирный. Просто вот так вот имбирь беру, заливаю кипятком, жду, и все, такая вот водичка, чай я называю, я потом пью. Кстати, на заметку для беременных этот напиток очень помогает от токсикоза. Я вот именно этим чайком и спасалась. Возможно, видели у меня видео, что я его пила частенько. На этом я буду заканчивать свое видео, потому что не хочу делать длинные, все время не хочу, получается потом длинные. Мне не нравится, когда длинное видео, а вырезать там, в принципе, и нечего. Я так-то особо не стараюсь, там много сильно болтать не нужно, иногда получается, но уж как есть. И хочу делать такие поменьше видео. Вот у меня уже муж идет с работы, что-то поздновато идет. Время полшестого, он только с работы возвращается. Вот, буду кормить его. Вот, буду заканчивать свое видео. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, новых видео. Пока-пока.